так все я здесь ребят врубаю стрим ничего саня не хочешь ты на на стрим то может нам что-нибудь рассказать как играл сегодня если там skype написал ну что здесь лампу присутствует шоу тайма готов ли шоу тайм отбиться давай звоню тебе или сам давай набери так здорово сань сейчас я слышу сейчас я погромче сделаю микшера тоже вот сейчас точно будет громко слышно так ну что рассказывай что ты там болеешь что ли или что вообще после тримхака столько народу болеет я сам был в шоке если честно болеют почти все ну да если там кто-то заразил конечно кто-то походу заразу разносил короче сортов болеет хак болеет скарлатина болеет еще не рейдер болеет короче 1 человек 8 наверное кто-то болеет большая температура до 38 3 час достаточно большая сейчас всякие свиные грибы гуляют аккуратнее смотри да я вообще если честно немножко перепутался на счет этого я думаю нормально да там вот такое удивился что я смог взять я вообще я думаю что нет дефина дать в первом же раунде почему не так было честно я в начале турнира я думал что я просто отключусь потому что у меня такое состояние было знаешь такое полу полумертвое я играл не понимал что я делаю вообще то есть чисто на механике не более не более ближе к ночи полегчало хоть носки так сильно у тебя такая напряженная сетка была там процессов сетка сетка вообще то есть вообще халява ну верхняя сетка там была хэппи и все ну реально хэппи и все вот ну из топовых игроков хэппи и все ну харстом увидишь а что харстом не топовой сейчас игрок харстом сейчас не очень играет он все что просто умеет твп ну да так и получилось вот так ему и пророк то есть у кого он был тефеля тефель это тефель ну да тефель сейчас что-то не нападает он и в воле был тефель а тут банда играет хорошо у меня и юдермо который топ-4 этого дримхака то есть опять же и не прошел дрога опять ну да дрога что-то удивительно прям слился слушает что хотел спросить молодец что-то играл прошел теперь может быть и нашим на на слотик побольше кто-нибудь на второй неделе может пройдет все-таки вот хэппи что-то не везет этот что там за системы еще до сих пор не понимаю что там сейчас будет в субботу 4 человек прошло сегодня по ходу играем дабл в субботу эти вот восемь человек за четыре слота а то есть из восьми четыре и дальше пройдет по ходу так а 4 уже туда в готовицу или куда да понял прикольно и такая то же самое будет в черенге у ровчика там это горит ой-ой-ой горит у него в чатике бедняжка на 50 долларов на 50 долларов ну да у ровчика горит что-нибудь термал плохо отыграл блин ну да не надо надо принимать было я уже там думал что это он поломился там без стима без всего вообще так в наглую прямо причем я думал ну то есть я думал что он посмотрел мои игры вчерашнюю с дейши и поэтому поставил прокси хату не там ну в другом месте ну да слушай кстати уже с тобой ну скоро я думаю через месяцок ты уже привыкнут вообще к этой теме надо что-то придумывать такое я уже два месяца как играю это что-то не привыкает ну пока работает на отделы значит по-любому по-любому слушай а в катовицу сколько игроков вообще будет 32 игрока за 16 место 6 тысяч долларов один раунд прошел и ты в шоколаде да неплохо я бы сказал там общий призовой они сделали просто они правда неправильно сделали мне кажется нужно было за 32 место даже давать деньги потому что ну люди прошли квалификацию и так далее а 6 тысяч долларов за один раунд это ну это очень надо ну да а там уже часть инвайты да получается ну да тоже как бы лучше бы в квале тоже что-то было потому что за инвайты все таки а этот а там гидры вот эти они будут там вообще корейцы да конечно или там еще больше корейцев пригласили 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 по регионам развивали. Я слышал, кстати, что-то в СНГ тоже думали сделать, но я не знаю. Посмотрим, как оно дальше будет. Слушай, для СНГ это прикольно, конечно, если было пооддельно. Регион-то гигантский такой достаточно. Не настолько прибыльный, но гигантский, да. Ну да, да. Не, ну на прибыльный надо развивать, чего в игры не пускают никуда. Вот, надо все делать. Посмотрим в будущем. Ну, уже более пусть играть. Уже получше. Игроки более лояльные стали. Игроки, да и тут вроде как куда-то получается. Региональный для EU с призовыми должен, какой-то еще там должен. Я просто запутался, столько квалификаций он, Зик, пишешь, должно быть. Да сейчас вообще график, я тебе скажу так. До 7 февраля каждый день есть какой-то большой чемпион. Каждый день. Причем там сделали вчера. Вчера меня привезли на турнир. Сейчас я скажу. От этого. От Рубгейминга. Там не 2000 долларов. Можешь туда попроситься тоже. Они, я думаю, не против будут. Ну, стоит, скинь ссылочку у меня в чате. Я тогда там попрошу Арчера, что-то связался, или сам свяжусь там. Не знаю, как его. Ну, там, в общем-то, там будет турнирчик 8 европейцев, 8 не корейцев, 8 корейцев. Причем ставят не корейцев против корейцев в первом же раунде. Ну, прикольно. Прикольно. Вот. Слушай, про Дримхак спотел спросить, так и не говорили. Как вообще Дримхак-то? Как там атмосфера? Понравилось в топ-2 входить? Ну, конечно, понравилось еще бы. Я, в принципе, убил Гидру, и все уже. Нищен саксидат, и можно вообще не париться. Но потом смог и Виолетта убить. На валидолечке немножко, конечно, но смог. Ну, да, да. Ну, 3-0 все равно. Слушай, а вот в последний день такое ощущение у меня сложилось, что вдруг как-то уже маленечко не шло в каких-то компонентах минимальных. Ты же помнишь, в каком часу мы закончили играть? Ну, да. Ну, а до отеля добраться, а поесть, а приготовиться к нему. Я где-то лег в 2 часа ночи, в 2.30, а проснулся в 8.30. Потому что мне в 9.45 уже нужно было быть в Энью, короче, уже подключаться и сидеть. Ну, да, короче, рановато. Вот, рановато. У них с расписанием туго было за то, что, типа, само мероприятие должно было закрыться до 4 часов, потому что там это Лейптихоли, или там, как оно называется, там, ну, короче, вот эта вот штука, в которой проходила, оно закрывается в 4 часа дня вечером. Ой, в 4 часа дня вечера, там уже, в принципе, было бы почти темно, если честно, но это воскресенье. И, выходит, за счет этого, нужно было и Counter-Strike закончить, и людей выгнать, и Старик закончить. Вот они и сделали Старик по 10 часов. Это единственный их такой огромный косяк. Ну, и, конечно, за то, что мы в будках не играли, то есть, на сцене и так далее. Ну, да, система какая-то странная, что даже отдельно финала как-то прикольно, конечно, но лучше бы они, да, как в тот же день, допустим, были, просто пораньше как-то смещено бы все это было. Так даже смотреть-то удобнее просто, но они, конечно, под себя подстраиваются, там, понятное дело. Не, ну, не хотели, типа, чтобы финалы были, ну, в последний день, чтобы люди собрались. В принципе, людей было очень надо. ну, как именно количество зрителей все места были занят. Ну, да. Что радует. И, как вы мне сказали, вообще, этот DreamHack был, типа, очень successful для Старика, потому что количество людей, ну, то есть, общее количество людей, которые смотрели, было крайне велико по сравнению с тем же временем в DreamHack Валенсия в эти же даты. Слушай, ну, да, хорошо. Ну, видишь, корейцев нет, как бы, интерес повышается, еще там много, сейчас и, смотрю, вернулись, и там, Вортекс и Люцифроны прям играют вообще, просто немеренно. Да, это радует. Это очень радует. Я, как мы, как ехали на DreamHack Winter, то мы с Вортексом, в общем, стояли, долго ждали. И с Люцифроном, то мы так общались. Вортекс, Соки, Хасу, они же все играют. А, да ладно, и Соки, и Хасу, да, это вообще старички, блин. И Соки, верно, сейчас старик тоже. Ну, я видел его, Влад Риминал. Прикольно, прикольно, что тут скажешь. Вот, что думаешь, смотришь корейцев-то вообще, турниры корейцев? Ну, я видел, ты сидел там, что про их уровень думаешь, как мне кажется, пока вообще ничем не сильнее, не сильнее, прям, евро пока. Они не совсем понимают еще, что делать. То есть, ну, нет точно. То есть, механика на хорошем уровне, многие ситуации, в которых они не были, то есть, они походу играют на своем корейском серваке просто стандарт, стандарт, стандарт. Что-то не так, все, потерялись. То есть, я смотрел эти игры, ну, нет, они все равно корейцы, они все равно очень хорошо играют, на все равно уровень не то, чтобы в ходе, конечно. Ну, да. Слава тебе, господи, еще тебе так полгодика дома, может, месяцев пять, может, четыре, не знаю, как получится. У них уровень все равно не будет дотягиваться до того, который вот был раньше, и можно будет турнировать типа фармить немножечко. Потом, думаешь, они все равно так уйдут сильно вперед. Конечно. Да, слушай, а система эта поможет уровень, что корейцев нет, или все-таки... Да, конечно, радует. в плане, я имею в виду, не призовых, а в плане того, что уровень будет подниматься у евро, как бы, или... Естественно, подниматься. Он поднимался раньше, только там первые пару месяцев, ну, первые полгода. А потом все поняли, что ты играй, не играй, все равно там будет пять-шесть корейцев, которые тебя грохнут рано или поздно. Все просто забивали и переставали играть. Сейчас Ладдер, ты посмотри, у всех там по тысяче игр, грубо говоря, Ладдера, и играет, и играет, и играет, и играет. Тренируется, молодцы. Единственное, что я удивлю, что Хэппи играет мало. Раньше он играл больше. Слушай, мало играет, да? Раньше он играл больше, раньше он играл очень много. А сейчас он, ну, сейчас он намного умнее стал играть. Это, походу, он адаптировался немножко. Согласен. Ну, как-то вот у него режим сегодня то ли ночью, как-то, ну, много таких иногда. Стопорить его все-таки что-то там в грейды не переходит. Вроде как, исполнение на уровне таком же, и вроде как и рабы там все там строится. Вот, но, косяки есть еще, да? Хэппи по-любому, надо трениться просто. Нет, Хэппи сейчас очень хорош. Я удивляю, что он проиграл, если честно, но проперло, походу. Хэппи сейчас очень хорош. Если честно, я когда прошел, я посмотрел на сетку и наделался так, лишь бы Хэппи не прошел, чтобы было потом пройти легче. У него очень сильное ТВЗ. Он же дрочал. В смысле, погоди-ка, в сетке, в смысле, там дальше друг на друга как-то попадаете, вы что-то получаете? Ну, там оно дальше по рейтингу, походу, раскидывает. Ага. То есть, не так, как играли в этом, а походу по рейтингу. Финалы. Ну, тут я ищу, пока с кем играть, ты будешь завтра вообще неизвестно. Да. Да, да, да. Но пока, из тех, кто прошли, меня многие очень рады, потому что зерга в 6 штук. Ну да, нифига себе, прямо зерга в 6 штук, еще... А, у меня ЗВЗ очень хороший, поэтому я... Я в шоколаде. И ЗВП у меня хороший, тем более, харстом это... такое. У меня самый худший матчап в ЗВТ, а Тиран 1, причем, ну, если я правильно все сыграю, то я его должен выиграть. Если честно, самое главное сейчас просто выстроить, и все. Ну да, согласен. Вот, а насколько худший у тебя ЗВТ? Вообще не очень сейчас, или как? Ну, если там ЗВП у меня процентов там 75-80, ЗВЗ тоже 75-80, то ЗВТ где-то 60. Угу, ну да. Да, сильно, сильно хуже. Поэтому я, я рад, что я смог убить Тирана. Я не ожидал, если честно, от себя. Я увидел, что Тиран он мне в сердце. Все-таки я почти был уверен, что мне все лозит. Но он как-то пошел, вышел, отдался в первой игре. Я сам не понял, зачем, почему, но... Ну да, слушай, ну, молодец, что могу сказать. Да, спасибо. Здоровья тебе, выздоравливай, там жидкости побольше пей. Жидкости побольше пей. побольше пей, чтобы, если сейчас холодно, смотри, там, проветривое помещение побольше, чтобы влажность повыше была, сухого воздуха, чтобы не было там. Вот, тоже важный момент. Ну и, смотри, там, если жестко будет, лучше, конечно, может, и врача там это... я уже вызывал, мне уже прописали там много чего, я... на таблетках, как говорится. Ну, понял. Ну, с таблетками тоже лучше, видишь, не переборщивать, потому что там, может, затянуться все. Ну, все, спасибо, Сань, за интервью, не буду тебя задерживать, тут уже кончается, тут я уже достримлю, последняя игра тут идет, наверное, недолго будет, да спать тоже пойду, удачи тебе, в общем-то, в субботу, а, и завтра удачи, на Кибет Рейс Ворс, в этих турнирах, завтра же еще тоже мероприятие будет. Вот так что, увидим, была и завтра мы еще. Вот, все тогда, спасибо. Тогда, пока. Спасибо, Блай, за интервью, большое, это даже не интервью, а просто, как бы, поговорили немножечко, вот, потому что все-таки классическое интервью, это какие-то задавания вопросов, вот. Ну, а мы тут досмотрим, сейчас Showtime Lambus доиграют, 200 в 180, тут Zerg прессует, проц. Вот. Вот. Продолжение следует... Так, если на улице сильно холодно, не обязательно, там может быть маленькая влажность. Во-первых. Во-вторых, если сильно холодно, то, скорее всего, врублены батареи, и воздух очень сильно высушивается, и это очень-очень плохо, потому что пыль становится очень маленькой, мелкодисперсной, и она попадает очень сильно, тебя напрягает. Вот. Ну, это так, одна из... Только это больше профилактика, чем когда уже больной. Ну, когда больной, тоже это важно. То есть, как бы... Тут уже более важно, конечно, грамотно лечиться, иммунитет свой поддерживать. Так, кстати, звук-то можно урубить. Громко что-то отрубил. Ну что, поздравляем Блая. Я уж, блин, боялся, что никто вообще из СНГ не пройдет финальную стадию. Теперь можно попытаться хоть в субботу к Блая в играм врываться. Ну что, Ламба пишет ГГ, шоу-тайм, еще один процесс проходит. Немножечко разбавил шесть... Видите, сколько зергов? Пять пока, или сколько получается у нас зергов? Так, сегодня кто прошел у нас? Харстен Блай, Намшар. Намшар здесь внесен уже или нет? Намшар внесен. Вортикс, Фаеркей, Гуру, Блай, погодите. Сколько? Пять и три. Да, пять зергов и три других игрока. Все правильно. Крадок, что ты имеешь в виду? Не понял. Привет, кстати говоря. В профессии только практику в школе проходил, да, там за два года месяца 4-5 в сумме, как-то так. Ну что, к сожалению, ну, можно подвести итоги сегодняшние. В первой квалификации Блай и Хэппи играли за квоты, к сожалению, за квоты. К сожалению, Блай проиграл Дайши 1-2, Хэппи проиграл Вортиксу 1-2. А остальные игроки, кто ближе всего был, это... Да много кто был близко. И Рева тут достаточно близко был, и Вердос достаточно близко, ну, за тур, за квоты. И КАС был, и ДМС был, и Димага был, фактически, это прошлых отборочных. Ну, а во вторых отборочных у нас... Кто был близко там еще от наших? Димага был опять близко. Димаг, кстати, если бы Ламба выиграл, мог бы... А, это еще не за квоту, е-мою, это еще четвертьфинал только. Точнее, 1-8, е-мою, вот за квоту-то битва. Да. Стрэндж здесь был тоже поближе сегодня. Вот. Ну, а сегодня Хэппи с Плайм тоже бились за квоту. Хэппи, к сожалению, Харстаму 1-2 уступил. В прошлый раз вчера Зерго, сегодня Протсу Аблай выиграл и прошел дальше. Замечательно. Понял, крадок. Ну, вообще, как бы, Алиса из-за... Ну, из-за таких сообщений, просто ее, наверное, нет сейчас на канале, банят как бы. Вот. Не знаю. Ну, приват есть приват. Я думаю, разберешься там. Не маленькая, как бы, вот... За квоту в завтрашний день, с уверенностью, в которой можно смотреть. Вот. Как говорится. Точнее, в послезавтрашний, в субботний день 30-го. Хотя уже в завтрашний, да, сегодня же пятница уже наступила. Все правильно. Вот. Сегодня, что у нас в пятницу? GSL. Давайте глянем, что на GSL будет проходить. Давайте. Так. В доме не может быть 80% влажности. Зимой в доме влажность, если 50, без всяких специальных, там, этих испарителей и увлажнителей, это вообще чудо, как бы. Там 20-30 край вообще. Так. Завтра у нас что? Завтра Impact Solar. Classic Jagge. Ragnarok Super, если дома у плюс 20-80% влажности, это просто идеальные какие-то условия, я не знаю. Classic Jagge. Ragnarok Super, Life Bunny. Одно ZVZ, PVT, PVZ и TVZ. Веручи, все разные матчапы. 4-5, короче, это долго будет идти, GSL. Все, я полагаю, что завтра. Банку с водой и банку с мочой. Так. Это будет долго наверняка. Больше, я думаю, часа 4 будет минимум GSL идти. Поэтому я завтра буду стримить подряд, скорее всего, в 12.30 начну GSL. И в 18.00 сразу же продолжу. Там и FP поиграю, если будет разрыв между 18.00 и GSL. Ну, там будет, наверное, разрыв какой-то, часочек может. И потом сразу же начну стримить турнир от Kibeta. Сейчас я вам покажу, где он вообще. И заканчиваем. Понемножечку заканчиваем, ребята. От Kibeta вот турнирчик. Завтра будет день 3. Завтра будет играть Linnok против Kassa, Linnok против Strange, Super против Kassa, Super против Bly, Mizu Strange, Mizu Bly. Короче говоря, во всех матчах будут наши игроки. Будет весело, будет интересно. И на Kibeta ставочки уже есть. Так что, кому интересно, делайте их. Прямо сейчас или завтра. Вот они здесь вот находятся. Блэй Фварец с Тютермалом был. И на GSL, и на эти матчи везде есть ставки. Так что вот так вот. Ну, а я с вами буду прощаться сейчас, естественно. До завтра, ребятки. Запись сейчас начну выкладывать. И завтра запись вы увидите второго дня отборочных. Всем спасибо за внимание. Большое спасибо за поддержку, за все-все-все, ребят. До встречи, до связи. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok